День за днём множество событий, но нас интересует главное то, что касается каждого ток-шоу, главная тема. Неделя перед выборами самый ответственный период, причём как для кандидатов, так и для избирателей. 18 февраля 2018-го страна выбирает депутатов в местные советы 28-го созыва. Каким должен быть народный избранник и что мы ждём от местной власти? Сегодня это главная тема, мы начинаем. Итак, гости программы, председателя Гомельской областной избирательной комиссии по выборам депутатов в местных советов 28-го созыва Алексей Неверов. Алексей Николаевич, добрый день. Рад видеть. Председатель Гомельского областного совета депутатов 23-го, 24-го и 25-го созывов, кандидат экономических наук Валерий Шелицкий. Валерий Степанович, милости просим. Валерий Степанович, есть ли не секрет, что в чемодане? У меня всё, что необходимо для выборов. Так, так, расскажите, так что же необходимо как минимум каждому кандидату? Главный документ Конституции нашей Республики, избирательный кодекс и другие нормативные документы, которые вот здесь Центральная избирательная комиссия издала. То есть, если вдруг возникнут вопросы, на которые эксперты программы «Ответы» не найдут, к вам. Да. Заведующая кафедрой политологии и социологии Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, политолог, кандидат политических наук Елена Абраменко. Елена Геннадьевна, добро пожаловать. Валерий Степанович, вы ведь неоднократно были на месте нынешних кандидатов несколько дней до выборов. Они ведь самые ответственные. Воспоминания свежи, если честно? Ну, конечно, свежи. И я хочу сказать, что сейчас такая активная фаза выборов, самая активная, потому что люди обычно запоминают то, что говорят в последние дни перед выборами избирателями и обещают. Я так понимаю, это был город Мозырь. Какой год молодой кандидат в депутаты Валерий Селицкий решил баллотироваться? Как это было? Ну, это была середина 80-х годов. В принципе, я застал тут три системы выборов. Советскую систему, я тогда был избран первый раз. Потом переходная система, 90-е годы. И уже вот нынешняя система. Поэтому опыт большой. Валерий Степанович, ну вот я почему-то более чем уверен. Думаю, что зрители в зале меня поддержат. Каждый раз, мне кажется, вышли на выборы с уверенностью в своей победе. Кто или что помогали настроиться на стопроцентный результат? Что бы посоветовали кандидатам 2018? Ну, у меня было вообще случай, когда я проиграл выборы. Один раз был такой случай. Это был первый? Нет. Первая попытка? Первая попытка. Это 90-е годы было, когда мы набрали одинаковое количество с моим соперником. И повторные выборы были, и пришлось по другому округу избираться. А вообще я посоветовал бы говорить людям правду. Потом исходить из проблем, которые в округе есть. Потому что некоторые приходят депутаты и думают, что они большие политики. Начинают там государственные дела, значит, поднимать и так далее. Поэтому, конечно, главное это убеждение. Люди должны знать. Это практика их деятельности предыдущей. Люди должны быть уверены, что они решат вопрос. И программа конкретная, исходя из проблем округа своего. Два депутатских срока за плечами и у Владимира Александронцева. Владимир, подключайся к разговору. Несмотря на молодой возраст, действительно, два депутатских срока, пусть и в сельском совете депутатов. Что подтолкнуло тогда, будучи студентом, пойти в депутаты? Мой первый созыв, это был 2010 года. Сколько тогда было лет? Мне было 20 лет. Я уже учился. Аплодисменты. Которая должна была завершиться такой уже и важной общественной деятельностью в виде депутата местного совета. Очень интересно, что тогда в 21 сказали родные, близкие, друзья, одноклассники. Чего было больше? Поддержки или удивления? Ну, наверное, для моих родных и близких. Это было все-таки уже закономерное решение. И, конечно же, здесь я встретил достаточно такую активную поддержку, понимание. Но и самое главное, это принятие со стороны местных жителей, моих избирателей, коллег, которые, ну и позволили мне стать депутатом. Елена Геннадьевна, кстати говоря, вот интересно, у студента депутата есть ли какие-то определенные привилегии? У студента депутата есть только одна привилегия. Это то, что его нельзя отчислить из университета без решения сессии совета. То есть это единственная его привилегия. Это хороший стимул для многих идти в депутатство. Правда, не так просто. Ну, я хочу сказать, что, наверное, здесь еще накладывается и ответственность. Да, ведь для кого не секрет, что студенты, они где-то могут подлиниться, что-то прогулять, то здесь, наверное, все-таки студент депутат, он должен быть примером для остальных. Да, то есть не только для своих одногруппников, но и для своих коллег, да, чтобы как-то не было стыдно. Кто-то скажет, победить на выборах в своей деревне проще простого. Но так ли это? Ну, наверное, знаете, Александр, я бы сказал так, что, наверное, было проще все-таки мне как кандидату в депутаты дважды с предвыборной агитацией и компанией. Потому что, понятно, в родной деревне меня знали, но, наверное... С одной стороны, это плюс, но с другой стороны и минус. С другой стороны... Ведь быть для всех хорошим проще, когда о тебе знают только факты биографии и то, которую ты сам написал. Ну, конечно же, здесь была безусловная ответственность перед моими односельчанами. И, наверное, все-таки большую роль сыграла моя прежняя деятельность и тот опыт, который я уже умел даже в 20 лет. Это и школьный музей, который стал центром культурной жизни региона. Который с нуля появился в деревне. Алексей Николаевич, если не ошибаюсь, вы тоже в свое время были депутатом сельсовета. Как вспоминаете то время? Поддержу Владимира. Дело в том, что быть депутатом сельского совета депутатов, это очень ответственно, потому что ты всегда на виду. У всех своих односельчан. А самое главное в сельской местности, я думаю, меня и Валерий Степанович поддерживают, здесь все-таки доверие. Если ты будешь пользоваться доверием ни одним нормативным документом, ни одним решением сессии совета депутатов, ты не решишь вопрос, если не будут тебя поддерживать люди. На селе это так. И если он уже пошел на второй срок, и он зарекомендовал себе, значит, ему доверяют. Это самое главное. И я пользуюсь таким доверием. И у меня все получалось, по крайней мере, только из-за этого, я думаю. Алексей Николаевич, а чем сегодня оказался полезен этот опыт, приобретенный тогда в Гомельском районе? Ну, опыт работы депутатом, председателем совета депутатов, в одном из, наверное, самых больших сельсоветов по Гомельской области, в Улыковском сельсовете, это бесценный опыт. Это общение с людьми, это решение тех вопросов жизнеобеспечения на той конкретной территории, общение с простым народом, который, в принципе, работает на фермах, в каких-то производственных учреждениях, предприятиях. Бесценный опыт, я считаю, что в дальнейшем, конечно, мне пригодилось, очень сильно. Люди вот как-то в 90-е годы, в начале, когда вот в плеск такой был демократии, такой вот еще непонятной, люди в основном оценку делали по словам, которые говорили. Обещали, если кто-то сильно критикует, его избирали, значит, власть критикует, он смелый, он все может. А потом все-таки оценки сместились, и избиратели акцент делали на том, что он может сделать. Поэтому он когда говорил о том, что он музей открыл уже там и так далее, это уже вот была у него такая фишка, по которой люди ориентировали, что он что-то может конкретное сделать. Это очень важный момент для избирателей. Валерий Степанович, а вот если проанализировать ваш депутатский срок, а он достаточно большой, что считаете основным достижением, за что, быть может и сегодня, прохожие на улице говорят спасибо. Ну, вы знаете, вообще я когда занимал должности председателя совета, это очень специфичная должность. Если кто-то думает, что это очень большие такие властные полномочия, можно все порешать, он ошибается. У нас такая сложилась система еще, она будет, конечно, развиваться, когда совет, в общем, детерминирован больше исполкомом. Вот. Ну, централизация у нас большая, кризисные явления сыграли в этом большую роль и так далее. Так называемая вертикаль главенствует у нас. Но такими большими достижениями, я считаю, это огромная помощь, которую я оказывал прежде всего библиотекам, музеям, вот, культурной такой составляющей. Некоторые появились в области с нуля, в том числе, благодаря вашей инициативе. Да, культурной составляющей. Я вообще считаю, что Гомель надо превращать в европейский город, потому что туризм является очень важной составляющей экономики. А если, вот, допустим, сравнивать периоды, вот, и какие такие чисто внутри такие депутатские дела, то, когда я был председателем, как раз была сформирована современная система выборов, Конституция принималась. И поэтому там есть наши предложения. И мы этим гордимся, что в то время депутаты Гомельского областного совета и районных городских советов вносили предложения. И они были, кстати, учтены. И все же, каким должен быть народный избранник с таким вопросом на днях на улице областного центра вышли мои коллеги. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Депутат должен быть корректным, образованным. Ну, в общем, обладать каким-то еще понятием, чтобы люди к нему тянулись, какая должна быть аура у него. Мне кажется, все-таки человек, у которого есть уже самодостаточный человек, у которого есть и деньги, у которого есть как бы положение, чтобы это не стало его целью, когда он станет депутатом. Еще должен, как минимум, хорошо выглядеть даже депутатом. Не зря им деньги платят, что ли. Потом, как минимум, заботливый. Он же должен еще заботиться о нас. Там всякие деньги давать на что-то. Спортом заниматься, ну, спортивно. Типа, подавайте пример. Должен, во-первых, знать тот район, в котором он живет. Жить там, жить там, в этом районе. Знать хорошо интересы и запросы жителей этого района. Не только сиюминутные, так сказать, а на перспективу. Не пить, не курить, все такое. Короче, должен быть просто хорошим мужиком или женщиной. Если избранник народа, депутат, он, во-первых, должен быть честным. Людей любить. Уважать народ, который его избрал. В эфире Гомель, это студия на Пушкина 8, и мы продолжаем. Уважаемые друзья, ваши короткие комментарии. Елена Геннадьевна, ну вот очень много говорили о том, что не зря же мы деньги ему платим, он должен деньги давать, все упирается в финансы. Я не знаю, что на это повлияло. Возможно, российские сериалы. Я думаю, что, наверное, вы правы, что где-то повлияли и художественные фильмы. Но дело в том, что люди, они не осознают одного нюанса. Это то, что депутаты местных советов, это скорее общественные должности. Это не профессиональные депутаты национального собрания, которые получают заработную плату за то, что они являются депутатами. А депутаты местных советов, они заработную плату за это не получают. Поэтому им кажется, наверное, что если человек идет, чтобы занимать эту должность, он рассчитывает на какие-то большие прибыли. Хотя на самом деле это не так. Валерий Степанович, порадовали мнения гомельчан? Ну, я вообще согласен с мнениями, которые высказали избиратели. Но я хочу добавить еще, что местные депутаты это хорошая тренировка для роста. И речь идет во всем мире о том, что местные депутаты, потренировавшись, могут идти в парламент, могут выставлять кандидатуру у президента свою. Если он чувствует, что он умеет работать с избирателями, умеет осуществлять их взгляды на практике, то... То есть депутат местного звена это хороший опыт, как минимум для самого же кандидата. Алексей Николаевич, как вам мнение гомельчан? Вы знаете, наверное, наши гомельчане описали тот, наверное, идеальный образ, который должен быть у депутата, да, среднестатистического, скажем так. И вполне отвечающий тем требованиям, которые должны быть, действительно. Поэтому все, что сказано, это правильно. И особо заострил внимание, когда говорят, что да, какой-то жизненный опыт, но в том числе, посмотрев на нашу юную депутата, да, и сказать, что жизненный опыт как бы отсутствовал при первом баллотировании его в депутаты. Но здесь, как местный житель, он себя зарекомендовал, видно, уже еще будучи школьником, учеником, и знали его люди, поэтому пошли на это. Здесь вполне объективные, хочу сказать, вопросы. Я, наверное, в школе не пил и не курил. Еще тема к разговору, которую стоит обсудить. Мне кажется, что существует проблема по сей день. Большинство, в том числе и сидящих в этой студии, до сих пор сложно могут разделить функции депутата палаты представителей и, к примеру, депутата горсовета. И это проблема. О деятельности депутатов палаты представителей все-таки больше дается информации обществу, в то время как о депутатах местных советов этой информации недостаточно. И поэтому люди думают, что со всеми своими проблемами, какими-то житейскими трудностями им проще обратиться к более высокому звену. Тогда уж точно помогут. Тогда, да, вот у них есть такая позиция, что да, действительно, что депутат палаты представителей, он точно поможет. В то время как я считаю, что некоторые вопросы могут решить и депутаты местных советов. Каким должен быть народный избранник? Мне подсказывают, есть мнение из зала. Предлагаю выслушать. Пожалуйста. Надежда Зимина, заместитель председателя областного комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения. Я являлась тоже депутатом районного совета депутатов 26-27 созывов. Ну, конечно, в районе это действительно очень сложно. Какими должен быть депутат? Депутат в переводе с латинского слова – это посланный. По моему мнению, депутат – это особый проводник между государством и народом. Он послан волей народа. Он должен решать все-таки более сложные задачи и видеть те вопросы, которые возникают на территории именно района или сельского совета. Ну, каким он должен быть? Конечно, я тоже присоединяюсь к тому же мнению, что вот сказали жители нашего города. Конечно, это должен быть уважаемый, ответственный человек, потому что депутатская деятельность, она очень сложная, многогранная, скажем, творческая. И всегда должен подходить, в общем-то, с открытым сердцем к решению определенных проблем. Если не ошибаюсь, в то время вы возглавляли центральную районную больницу. Мне действительно повезло, я сама как бы родилась в этом районе. Это Ветковский район? Ветковский район, да. Я родилась в этом районе и, в принципе, я начинала свою трудовую деятельность с обыкновенного фельдшера. И действительно была руководителем. Скажите, как депутатство помогло вам и вашему коллективу в отстаивании интересов отдельно взятой команды? Ну, длительный был период реконструкции центральной районной больницы. Он начался в 97-м году и, в общем-то, до сих пор еще идет. Конечно, это помогло и помогло еще в том, что благоустройство именно территории. Потому что больницы находятся в лесном массиве. Территория, скажем так, она частично была благоустроенная и, в общем-то... Забот хватало. Да, забот хватало, да. Председатель железнодорожной районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Татьяна Стрижак. Сегодня уже неоднократно в студии звучало такое важное слово и характеристика, как доверие. Вы знаете, депутат глубоко убеждена, если он берется за это дело, то действительно он должен не растерять доверие людей. И ведь это своего рода миссия, это своего рода готовность служить людям, которые тебе дадут это доверие. Чаще всего это дополнительная нагрузка. Естественно, потому что это еще и общественная должность, да. И поэтому ты, депутат, должен жить и чувствовать так, как тот человек, который тебе это доверие дал. И любые вызовы времени ты должен уметь спрогнозировать на того своего среднестатистического избирателя и быть готовым еще до встречи с избирателем уже иметь какую-то свою траекторию действий дальнейших. Это очень важно. И такая стартовая площадка, ну, действительно важна, нужна. И потому мы, вот, профсоюзные лидеры, активисты, активно поддерживаем и избирательную кампанию, и принимаем в ней участие в самых разных ипостасах. Итак, выборы 2018. Алексей Николаевич, буквально тезисно предлагаю обозначить, как проходит избирательная кампания в регионе. Ну, если оценить проходящие на сегодняшний момент эти выборы и в саму агитационную кампанию, я бы сделал несколько аспектов и несколько таких вот моментов определил бы. Первое, то, что по сравнению с предыдущими выборами местной советы депутаты, количество претендентов на одно депутатское место, назовем так, в эти выборы выше, чем в предыдущие. По цифрам, если посмотреть, то областной советы депутатов это было 2,4 человека на место, сейчас 2,5. Небольшая разница, но все-таки она есть. В сельские и районные, там в прошлые выборы были 1 человек на место, сейчас 1 и 1. Рост есть. По активности, я сегодня уже и на радиоэфире об этом говорил, по активности кандидатов в данной выборной кампании, хотелось бы, чтобы они были активнее в данном случае, потому что цифры, опять же, говорят за себя. Фонды кандидатов, которые были созданы для того, чтобы они дополнительно себя доносили до избирателей, свои программы, свои какие-то, может быть, нюансы в биографии, которые они хотели бы, чтобы избиратель слышал и говорил о них. Созданы, опять же, под цифрам в областной совет. Это около 30% всего лишь из кандидатов. В сельский до 10% и городской тоже около 30%. Это тоже говорит об активности кандидата. Участковая избирательная комиссия, какую оценку готова дать организации работы там? Участковая избирательная комиссия, как всегда, работают в том законопределенном режиме. Я сам лично и с членами областной избирательной комиссии в настоящее время проверяем их готовность. Могу определить и заявить, что больших нарушений нет в подготовке, в дежурствах, в освещении необходимой избирателям информации. Но, опять же, выделю тех, кто лучше. Это у нас, как всегда, учреждения, образования, в которых находятся участки. У них, естественно, все это на голову выше, чем у других. Это учитель? Полномочия у депутата сельского совета ниже, чем, к примеру, у депутата облсовета. И все же, что считаете своим основным достижением за те два депутатских срока? Ну, для меня, наверное, достижение первое – это то, что намного улучшилась в какой-то степени культурная составляющая нашего населенного пункта. И здесь я могу вспомнить и победу на конкурсе «Библиотека. Кассиродок национальной культуры». Это республиканский конкурс, где наше объединение, которое мы создавали, которое организовывало культурное пространство, оно заняло второе место в республике. Также это ряд культурных акций и инициатив, которые прошли, в том числе и по моей инициативе. Еще я могу, конечно же, сказать это то, что вот последнее, это в 2015 году удалось благодаря поисковой работе установить фамилии погибших воинов в годы Великой Отечественной войны. И если раньше считалось, что при защите, при освобождении Рудни-Маримоновой погибло 144 воина, то сейчас, благодаря вот этим общим усилиям, уже известно 353 фамилии погибших при освобождении. Ну и, конечно же, это опыт двух проектов. Наверное, не побоюсь этого сказать, это первый опыт в Гомельском районе в целом, когда были привлечены средства Европейского Союза. Другими словами, социальные инвестиции в район. Дополнение сказано, хотел бы еще отметить вот в чем. По активности кандидатов в сельской местности, в сельский совет депутатов. Как пример и тема для размышления в дальнейшем, в принципе, выборы же не заканчиваются на этом заяве, я не буду дальше. Вот знакомый мне, многим мне в большей степени, Улоковский совет депутатов. Три округа сельского совета депутатов, баллотирующих. В трех округах три кандидата на одно место. Это молодежный, это юбилейный и это пионерский. В большей степени два первых, которые я назвал. Почему причина три человека на место? Наличие молодых людей, это вновь недавно построенные дома жилые, молодежь, которая более активна в данные... Поэтому... То есть это нормально? Это нормально, я считаю, что и будущее, и за молодежью. Возможно, нет такого опыта, как о котором мы говорили ранее, в биографии у этих людей, но они активны, они идут вперед, и я думаю, что здесь и за ним будущее. Ну, статистика говорит сама на себя. Валерий Семенович. Я хотел бы один момент такой вот заострить здесь, касающийся председателя сельских советов. Он занимает как бы две должности, председателя совета и председателя исполкома. И вот, значит, вышестоящие товарищи, которые сидят в исполкомах, которые не проходили никогда выборов, требуют от председателя сельского совета, наказывая там активно за антисанитарию, за разные там вещи и прочее, прочее. В деревне какой-то там или в агрогородке, не понимая того, что этого человека эти же люди будут избирать. Поэтому вот такой деликатный момент, диалектический, вот как ему поступать. Поэтому, конечно, вот формы работы председателя сельского совета, они отличаются от всех. И от председателя совета районного, и областного, и так далее, ему можно только посочувствовать. Он должен выбирать такой вот момент, когда и авторитет не потерять, потому что они будут избирать, и вопросы решать по требованиям. Поэтому вот этот момент я хотел бы заострить, и для телезрителей, и всех, значит, не обижайтесь, пожалуйста, на председателя сельских советов. Он ходит, как бы, говорят, под высшестоящим богом, значит, и вот заставляют вас там решать какие-то вопросы. Елена Геннадьевна, и все же, какой должна быть идеальная модель взаимоотношений избиратель и депутат? Ну, здесь, конечно, тяжело ответить, потому что идеальную модель выстроить всегда тяжело, потому что идеальная модель в теории не всегда работает на практике. Но все-таки любой избиратель, он должен знать, что, вот я соглашусь с коллегами, что депутат это все-таки не бог, который может решить абсолютно все вопросы. И все-таки надо разграничивать вопросы какие-то свои личные, лично бытовые вопросы, с которыми иногда идут к депутатам, и вопросы общественные, на которые депутат может оказать влияние в решении этих вопросов. Тем временем к разговору в студии готов подключиться эксперт программы, секретарь Гомельской областной избирательной комиссии по выборам депутатов местных советов депутатов 28-го созыва Василий Зубец. Василий Николаевич, добрый день, подключайтесь к разговору. Чем отличается нынешняя предвыборная гонка, выборная кампания от предыдущих? Добрый день. Ну, в нормативно-правовом аспекте нынешние выборы ничем не отличаются от тех выборов, которые проходили в 2014 году. Последние изменения, которые касались местных выборов, были внесены в избирательный кодекс в 2013 году, и те выборы, которые проходили в 2014 году, уже проходили по тем же правилам, по которым проходит и в настоящее время. Значит, ну, уже много говорили о выборах, которые проходят сейчас. Да, действительно, эти выборы отличаются тем, что большая активность кандидатов в депутаты. Поменялась в какой-то мере те профессии и специальности, которые представляют сейчас кандидаты в депутаты. То есть портрет кандидата в депутаты немножко поменялся. Кто эти люди, вот если тезисно буквально, это представители каких сфер, какого возраста? Ну, среднестатистический кандидат в депутаты, если объединить все советы всех уровней, начиная от первичного и заканчивая областным, то это женщина, больше половины всех кандидатов женщины, которые работают в социальной сфере, образование, здравоохранение, культура. И в какой-то степени это те же люди, которые, 50%, которые в предыдущем созыве были депутатами. То есть депутаты нынешнего 27-го созыва. В этом аспекте хочется сказать, что когда избирают депутата в первый раз, то избиратели, наверное, своеобразный такой аванс делают будущему депутату. А когда его повторно уже избирают, то это уже в какой-то мере оценка его деятельности. Знак качества. Знак качества. Итак, немного статистики. Около 4 тысяч зарегистрированных кандидатов здесь, на Гомельщине. Значимая часть, как уже было сказано, женщины. Как считаете, почему женщины больше, чем мужчины, готовы идти к социальной ответственности? Да у них терпение лопнуло. Ну, знаете, если рассматривать среднестатистический портрет, как вот коллега сегодня заметил, и это женщины. Нет, женщины просто, понимаете, это более, наверное, на сегодняшний день активная часть населения в нашем обществе. Они же и участники, не участники, они же и члены общественных организаций в большей своей степени. Посмотрите по составам тех же самых и БРСМ, Белая Русь, да и профсоюзы не исключение. Понимаете? И решение каких-то проблем, я работая председателем сельского совета депутатов, могу вам с точностью сказать, отвечаю за каждое свое слово, сказанное здесь. В основных комиссиях, которые решали вопросы жизнеобеспечения людей на данной территории, в большинстве случаев это были женщины, они самые активные в этом плане. Здесь, наверное, тоже закономерность это и прослеживается. Будет логика мужская заменена эмоциями женскими. Вот я хочу сказать, что вот уже Василий Николаевич здесь привел пример, что очень много представителей здравоохранения, образования и так далее. Здесь один нюанс есть, это все представители бюджетного финансирования. Они все время будут просить деньги, а все-таки производственники должны быть, которые должны отвечать на вопрос, где взять эти деньги. Поэтому тоже не очень сильно радуйтесь от того, что вот такая тенденция есть. Я просто хочу предупредить. Валерий Степанович, я бы вступил с вами в полемику, но вот этот вот симбиоз, когда работают мужчина и женщина в одной команде, да, уже, ну, рассмотрим даже и корпус депутатский, в принципе. Ведь если обратиться к мышлению женщины, оно детально, а мужское не мужское, оно глобально. И вот этот симбиоз, оно и дает тот результат продуктивный, который должен быть в работе. У мужчины перспективное мышление, логическое. Можно много дискутировать на эту тему. Если бы я был депутатом, размышления на улице Гомеля в следующем материале. Внимание на экран. Ну что, ну, сделал бы это, ну, не знаю, что могут депутаты. Если бы я знал, что они могут, я бы сказал, что сделать. А так, ну, транспорт, общественный транспорт дешевле. Ну что это, каждый месяц, каждый это, все, повышаются цены. Ну что дальше, ну что можно дальше. Ну, цены растут, ну как это так. Если бы я была депутатом, вот, например, в сфере здравоохранения, вот, я бы в области онкологических заболеваний занялась бы как профилактикой, больше уделила вниманию, так и обслуживанию, лечению. Вот, сейчас эта проблема очень серьезная. Я бы сделала, во-первых, хорошие дороги, особенно в Белице, больницу, поликлинику, поликлинику для детей, большую. У нас такой большой микрорайон в Белице, самое главное, вот это вот, нам не хватает поликлиники. Я бы кровью и потом работал на этот город, я бы создавал больше развлекательных центров, также уделял больше времени досугу молодежи, просто их увлечением, ну и просто преображал бы город, скорее всего. Я бы, наверное, все-таки все делал для народа. Я по своему складу человеческому, я дева, вот, я даю все семье, все народу. Все семье, все народу, ну, практически слоган для любой выборной кампании, Алексей Николаевич. Ну, как бы прописаны истины, да, которые можем сейчас обсуждать. Семья из всем знакомых тезисов, ячейка общества и так далее, и так далее. Здесь много много, что на эту тему говорить. Поэтому все, что сказано сейчас вот в этом сюжете, это все правильно. Но опять же обращать, видите, внимание на молодежь, какой запал, они готовы браться за все, все, что есть. Только опыт, да, в принципе, все остальное можно сделать. И еще два экспертных мнения в завершении программы. Прямо сейчас поговорим о роли общественных объединений в выборной гонке. Ждем в студии на Пушкина-8 второго секретаря Гомельского обкома БРСМ Юлию Липовскую. Юлия, добрый день. И заместителя председателя Гомельской областной организации общественного объединения «Белая Русь» Наталью Мамрукову. Наталья Людмиловна, здравствуйте. Добрый день, подключайтесь к разговору. Как задействован актив ваших организаций в выборной кампании, Юлия? Актив нашей организации задействован практически на всех этапах предвыборной гонки, ну и, соответственно, в избирательной кампании. Это и включение наших активистов во все комиссии, в состав комиссии абсолютно всех уровней. Территориальные, окружные, областная. Дальше идет этап выдвижения кандидатов. И здесь молодежь активно представлена. Более 20 кандидатов по области поддерживает наше общественное объединение. Есть и молодежные лидеры из числа секретарей территориальных комитетов. Ну и, естественно, агитационная кампания. Это поддержка кандидатов. Это проведение различных флэш-мобов, флэш-акций. От двери, впервые голосующие в день голосования. Ну и в различных других видах. Сегодня еще задам вот этот вопрос. Каким должен быть кандидат, чтобы за него проголосовал актив вашей организации? Понятно, мы не можем сейчас называть ни имен, ни фамилии все-таки. Я думаю, что это должен быть в первую очередь лидер молодежной среды, авторитет. Человек, который умеет довести начатое до конца. И прямо, честно, открыто смотреть в глаза своим избирателям. Наталья Людвиговна, подключайтесь к разговору. Белая Русь как участвует в выборной кампании? Так же, как и все общественные организации, мы участвуем на всех этапах избирательной кампании. Как и наблюдатели, как и участковые комиссии. Все наши представители присутствуют и в участковых территориальных, и окружных комиссиях тоже. Плюс к этому мы обязательно поддержим своих кандидатов, членов Белой Руси. Обязательно поддержим своих кандидатов тоже на всех этапах. Как от сбора подписей, так и в агитационную кампанию. Ну и в дальнейшем, если кандидат наш, член нашей Белой Руси пройдет, и в дальнейшем тоже будем его поддерживать. Так же проводится очень много акций и мероприятий с нашей организацией. То есть и в плане разъяснения того, что надо прийти на выборы и проголосовать как за нашего кандидата, так и вообще сделать свой выбор, ответственный выбор сделать. И различные мероприятия, агитации того, что вообще нужно прийти на выборы, и не только проголосовать за нашего кандидата. За кого или за что будут голосовать активисты вашего общественного объединения? За ответственного депутата, который будет в будущем представлять их интересы, и того региона, где он представляет депутат, и за кристальную честность, и за ответственность за те слова, которые он дает своим избирателям. Скажите, пожалуйста, вот вы в данном случае говорите от общественной организации, но люди персонально голосуют, каждый, и гарантий нету. Если бы, допустим, я представлял какую-то общественную организацию и убедился, что более сильный кандидат идет, я бы изменил свое мнение в пользу более сильного кандидата. Поэтому я думаю, что вот на чем основывается ваша гарантия? Я хочу сказать, дело не в гарантиях, а дело в том, что человек, который идет на избирательный участок, он имеет право сделать свой выбор. И не важно, он делает выбор за представителя общественной организации, представителя какой-то партии, или вообще просто выбирает своего кандидата. Это его право сделать выбор. Но подойти к этому выбору ответственно, понимаете? Потому что именно от него зависит его будущее, и будущее того депутата, которого он выбрал, ну и его в том числе, потому что и будущее нашей страны, нашего города, нашего региона. Важаемые гости, время подводить черту под сегодняшним разговором. Так почему же нужно прийти на выборы? У каждого из вас есть буквально по 30-40 секунд для того, чтобы поставить точку в сегодняшнем разговоре. Я думаю, что когда мы говорим о том, каким должен быть в какой-то перспективе тот или иной населенный пункт, нужно отдавать отчет, что депутатам предстоит и принадлежит такая ведущая роль в определении того, чтобы их регион, их населенный пункт развивался устойчиво, динамично и гармонично, и учитывал при этом интересы всех социальных групп. Елена Геннадьевна. Избирательное право – это, наверное, одно из самых главных политических прав, которые есть в правах человека. Поэтому я думаю, что каждый из нас должен сделать свой выбор, должен прийти на избирательный участок и проголосовать за того человека, который будет ратовать именно за ту местность, от которой он избирается, будет ответственным, авторитетным в этой местности, и, в общем-то, которому не будет стыдно потом смотреть в глаза своему избирателю после окончания выборов и после окончания его деятельности. Спасибо, Валерий Степанович. Ну, известно, что источник власти – это народ, и человечество другого не придумало, значит, как эту возможность передать, значит, реализовать, вернее, на деле. Поэтому выборы – это, естественно, может быть, единственное, значит, что может, как бы, людей передать власть через депутатов свою. Алексей Николаевич. Ну, сказано все правильно и все верно, только дополню, что, наверное, выборы – это та неотъемлемая часть цивилизованного общества, а если мы себя считаем членами цивилизованного общества, мы должны и поступать по тем законам. Хочу сказать, что в выборы местной советы депутатов значит, отменена явка, то есть порог явки, да? То есть и каждый избиратель должен прийти на участок и проголосовать именно потому, что для того, чтобы… Если придет малое количество людей, они определят ваше будущее. А если придут все люди, то будет решение более объективное. Поэтому для того, чтобы было объективное решение при избрании кандидатов депутаты, при избрании депутатов, стоит каждому прийти на выбор и отдать свой голос за того кандидата, которого он поддерживает. Что ж, это были наши выводы. Сделайте своим. На этом ставим точку. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова